Политзеки 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 Будем помогать. Я не сторонник того, чтобы просить и даже не сторонник того, что требовать. Вот сам факт, что мы вышли сегодня и люди еще будут выходить, сам этот факт должен давить на власть. И чтобы она поняла, что не забыты эти ребята, сидящие сейчас в тюрьмах и каждый день, по-моему, сейчас идет над ними суд в нашем городском московском суде. Надо приходить. Я обязательно пойду на суд и считаю, что хотя бы показаться там и показать свою поддержку этому делу. Тут мы все едины, безусловно, без различия идеологических верований и это все понятно. И горе тому, кто думает не так. Это несомненно. Одновременно, что я хочу сказать. У нас, конечно, у нас есть такие тупики, тупики политического поведения. Вот почему-то считается, что там борьба с коррупцией в России это очень важная проблема. Ну, извините меня, вы хотите, чтобы улучшить власть таким образом, выкорчивать коррупцию и сделать эту власть, ну, безупречной, без пятнышка, да? Этого мы хотим? Я думаю, что нет. Нет. Значит, что главное? Какая основная проблема России? Извините меня, это даже не политические свободы. Это проблема власти. Надо четко и ясно заявить, что оппозиция претендует на власть. Не на какое-то вот участие в выборах, не свободных по сути своей, поскольку кандидаты, например, на московские выборы были одобраны, селекционированы, так сказать, прошли по отборку власти. Из 38 кандидатов, мы знаем, в выборах будут участвовать 6. Значит, чтобы добиться свободных выборов, нужно не ходить на несвободные и не участвовать в несвободных выборах. Я понимаю, что те, у кого есть сейчас кандидаты, они будут всеми силами пытаться уговорить нас, что вот это нужно, что эти выборы самые главные, да ничего не решают. Кто из вас сомневается, что у нас мэра Москвы не будет? Ни Навальный, ни Митрохин. Никто не сомневается. Значит, есть обманка, есть заподня такая. Заподня следующая, что вы помните, в 93-м году, если кто помнит, ровно 20 лет тому назад мы переживали тот же самый политический период, когда радикалы после восстания патриотов 93-го года, радикалы из фронта национального спасения, из Анпиловской трудовой России не были допущены к выборам, а были допущены те ребята, которых мы видим сейчас уже 20 лет. Это Зюганов и его сформированная властью КПРФ. Ведь у них даже учредительный съезд тогда прошел, вы знаете где, в помещении Центральной избирательной комиссии. И это Жириновский. Мы видим с вами и Зюганова, и Жириновского уже много лет. Теперь нам хотят дать, чтобы мы много лет видели, кого там, Навального, кого еще, Ройзмана, или Митрохина, или Гудкова. Это идет институционализация каких-то сил протестных. Мы идем, пускай они институционализируются, пускай они выпадают в этот осадок, участвуют в выборах, а мы, реальная оппозиция, пойдем дальше, не оглядываясь на потерянных по пути. Свободу политзаключенным, свободу политзаключенным, свободу политзаключенным, свободу политзаключенным.